Дмитрий Викторович, скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к решению Городской Думы о принятии решения, связанное с изменением границ города Ангарска и исключением из этой территории нашего комбината АЭХК? Очень хороший вопрос, и самое главное, злободневный. Ну, наверное, прежде всего необходимо выяснить бы мнение ангарчан по этому вопросу, но раз уж Вы задали этот вопрос мне, то я, конечно, свою позицию озвучу. Решение очень неоднозначное, и прежде всего, отвечая на Ваш вопрос, нужно понять, а насколько полезно городу и горожанам такое решение. Это первейший вопрос, который нужно задавать прежде всего при принятии такого решения, а уже не после него, к сожалению. Ну, если мы говорим о важности этого вопроса, а он на самом деле важный, то до еще его принятия необходимо было бы открыть широкое обсуждение, в том числе и с привлечением средств массовой информации, экспертного сообщества, для того, чтобы сформировать позицию власти местной по этому вопросу. Но еще раз повторю, после изучения мнения горожан по нему. Ну, и как же быть все-таки с полезностью этого решения? Оно принято в интересах города, либо же все-таки корпорации Росатом? Вы знаете, в данной ситуации я бы не стал делать уклон на корпорацию Росатом, управляющую компанию ТВЭЛ, либо руководство Ангарского электролизного химического комбината, поскольку их задача предельно понятна. И они свою задачу выполнили на отлично. А вот, если рассматривать ваш вопрос в контексте, а выполнили ли свою задачу городские менеджеры, я имею в виду главу города, депутатов городской думы, которые были избраны на последних выборах, то здесь у меня возникает большой вопрос. И, к сожалению, я не могу поставить ту же оценку отлично городским менеджерам, которую я вот озвучил, эту оценку я озвучил при обсуждении позиции Росатома и ТВЭЛа. Почему? Ну, во-первых, я еще раз говорю, что нужно ответить на вопрос, что приобрел город при принятии, после принятия этого решения. И что потерял? То есть, некий чаша весов, на который нужно положить одно и другое и сделать вывод. По моему глубокому убеждению, город не приобрел ничего. Не приобрел ничего, поскольку после принятия этого решения, на мой взгляд, утрачена даже маломальская возможность контроля за ситуацией на электролизном химическом комбинате со стороны местной власти. Если рассматривать существо вопроса, да, действительно, в 98-м году Государственной Думы был принят закон, федеральный закон об отходах производства и потребления, в соответствии с которым определен четкий запрет захоронения отходов в границах населенных пунктов. Да, этот запрет был. Но в то же время мы понимаем, что городская черта сложилась исторически, едва ли не с момента основания города Ангарска. И полигон АИХК, на котором хранится объединенный гексавторит Урана, он в этом месте находился и 20, и 30 лет назад, и сегодня находится. Но произошла, на мой взгляд, подмена понятий. То есть, юридически сегодня этот полигон находится за чертой городских территорий, а фактически он остался на том же месте, где и находился и 5, и 10, и 20 лет назад. То есть, произошел такой некий фокус. Поэтому я полагаю, что если оппоненты ссылаются на исполнение требований федерального закона, который я озвучил ранее, то надо понимать, что в данном случае законодатель, определяя этот запрет, исходил прежде всего из экологической безопасности населения, которое проживает в том или ином городе. А именно, есть полигон, вы видите за границы городской черты. Не на бумаге, а по факту. То есть, вот такая позиция. Совсем недавно вы занимали должность заместителя главы города Ангарска. И многие помнят, как та администрация, какую позицию она занимала. Скажите, почему та администрация не приняла решение об изменении границ города? Ну, на самом деле, действительно, вопрос риторический, поскольку я, отвечая на предыдущий ваш вопрос, уже пояснил, что для того, чтобы принимать решение по такому злободневному, серьезному вопросу для города, как изменение границ города, необходимо понимать, что получает в этом случае город. Предыдущая администрация не увидела никаких дивидендов для города при принятии этого решения. Конечно, мне могут сейчас возразить о том, что такое решение необходимо было для дальнейшего развития Ангарского электроизно-химического комбината. И с этим, может быть, можно и согласиться, на самом деле, если бы это было на самом деле так. А так это ли не так, мы не знаем сегодня, поскольку, если продолжать эту позицию данную, тогда на том же самом заседании Думы, где принималось решение об изменении границ города, необходимо было представить на рассмотрение депутатов и общественности проект или программу развития Ангарского электроизно-химического комбината. По его основному виду деятельности, либо по каким-то замещающим ядерным проектам, о которых много говорится. Но не просто предварительное технико-экономическое обоснование, а конкретную программу с определением этапов ее реализации, с определением возможных рисков, с определением защищенного объема инвестиций. Тогда было бы все понятно, и эти бы вопросы были сняты, которые сегодня возникают, поднимаются в общественности и в СМИ. Вот абсолютно, на мой взгляд, простой и прозрачный ответ на этот вопрос. Но в то же время я хотел предостеречь и жителей города Ангарска, и средства массовой информации от некой истерии вокруг этого вопроса, поскольку давайте мы здраво подходить ко всем проблемам, которые мы решаем, в том числе и к этой проблеме. И я противник, еще раз повторяю, этой истерии. Многие говорят, все, Ангарск теперь превратился в спалку ядерных отходов. Но я сомневаюсь, что это так, очень сильно сомневаюсь, поэтому все-таки склонен к тому, чтобы решать этот вопрос в конструктивном ключе, несмотря на то, что решение уже принято. Не так давно в прессе появилась информация о возможности введения в Ангарске внешнего губернаторского управления, и там называлась ваша кандидатура. Как вы можете прокомментировать вот эти данные? Да, действительно, в некоторых источниках массовой информации содержалась такая тема, в основном в интернет-ресурсах. Да, об этой информации я знаю, но я не могу никак комментировать ни состоявшиеся, ни будущие решения губернатора, поскольку у меня нет на это полномочий. На сегодняшний день я государев-человек, и куда меня направят, на какой фронт работы мой непосредственный руководитель и губернатор, поскольку я исполняю его поручения, туда я и направлюсь. Что касается города Ангарска, то не нужно забывать, что у города сегодня есть глава. К нему и к его деятельности можно по-разному относиться, но есть должность, и есть персоналия, которые занимают эту должность. Поэтому вот что будет дальше, я не знаю, но наверняка покажет время, как будут развиваться события. Большое вам спасибо за интервью и удачи в делах. Спасибо вам. Спасибо.